Краткое, очень вводное слово. К счастью, лекции Андрея и видео избавило меня от необходимости возвращаться к проблеме, что такое urban design. Я думаю, что в каком-то формате вы это обязательно понимаете. Поэтому я буду говорить уже только о практической части самого проекта. И здесь есть несколько ключевых моментов, которые вам нужно знать. Первый момент, это, конечно, то, что мы сейчас презентуем, это продукт архитектурного воркшопа со студентами. И как на этом правильно был сделан акцент и в лекции Андрея, и в видео, сами итоговые решения не являются целью в такой большой степени, как может показаться. Поэтому имейте в виду, что хотя бы мы вам показываем итоговую пространство, итоговый функциональный набор, на самом деле очень важен именно процесс. И вот его характер, таким образом такой процесс должен быть организован, он будет раскрыт в каталоге, в который в итоге попадут все представленные сегодня проекты. Так что имейте в виду, что большая, если не большая часть, на самом деле, важных вещей дождется вас чуть позже. Это первый момент. Второй момент, это, собственно, с чем мы работали. И поскольку Минск город преимущественно построенный после Второй мировой войны, то это в основном продукт такого советского модернизма. Это очень хорошо знакомо на всем пространство, пространство во многом спальных районах. И поэтому мы решили, что правильнее всего работаем с этим пространством. И одним из самых таких архетипических примеров спальни города Минска является район Сервянка. Потому что он очень цельно выглядит, да, такая комплексная вещь, вполне иллюстративная по отношению к большей части города Минска. И поэтому мы решили, что мы возьмем Сервянку и условно разделим ее на несколько характерных пространственных объектов, которые при желании можно найти в любом городе. И это тоже важный момент, потому что наши проекты, хотя они, конечно, в сайт-специфик, то есть они относятся к конкретному месту, мы старались сделать их максимально абстрактными, с тем, чтобы можно было представить, как то же самое произошло бы не на проспекте Прокоссовского, допустим, на улице Критийского, да, которая достаточно логична. Вот. И еще один момент связан с тем, что характер нашего проекта был таков, что часть решений, которые мы предлагаем, вполне можно сделать сейчас, да, они попадают под категорию конструктивных проектов, но часть решений, конечно, сделать уже нельзя, потому что уже были сделаны слишком большие ошибки. Например, есть в одном из проектов предложение разместить на крыше гиппопарковку. Да, понятно, что существующие конструкции этого, очевидно, не позволяют, да, поэтому есть определенный объем решений, которые, ну, уже сейчас, наверное, нельзя было бы сделать, да, то есть в какой-то степени это реконструктивный проект, то есть в какой-то степени это проект перепроектированный, да, как нужно сделать в дальнейшем, вот. И, наконец, уже переходя к своим проектам, темы пространства, которые мы взяли, это был проспект Рокоссовского, да, да, магистральная улица городского значения, в том числе на нем расположен гипермаркет ГИППО, который иллюстрирует свой пример общественного центра города. Дальше нашим объектом были такие междворовые территории. Довольно проблемная вещь, потому что трудно найти им название, да, отдельная тема, потому что мы хотели не только сделать проект, но и внести некоторые новые слова в лексикон, да, в urban design. Некоторые пространства хотелось назвать, но до сих пор в процессе поиска. Как же нам называть вот это междворовое пространство в позитивном смысле, не между чем оно, но чем оно является, чем оно должно быть. И, наконец, самый последний уровень, это уровень дворовых пространств. Мы взяли три типа дворов и попытались поработать с ними. Это пятиэтажные дома, хрущевки, девятиэтажные панельные дома и башенные дома, двенадцатиэтажные высоты. Вот. Итак, имена наших участников. Первая, Анна Соливонна работала с проспектом Рокоссовского, Арзумер Зарезаде работала с общественным центром ГИППА, Лиза Чепикова работала с Зелёным бульваром, также Маргарита работала с ним, да, тут у вас. Вы в зале меньше бывших участниц, да, было порядка пятнадцати участников, тут немного сокращались, и, наконец, дворы разработала Алина Громыка. Вот. И, собственно, сейчас мы приступим к обсуждению отдельных проектов, и первая у нас идёт Анна Соливонна. Так, куда бы мне помочь встать? Добрый вечер. Я расскажу о проекте проспекта Рокоссовского и несколько подробней о планировочном узле на пересечении проспекта Рокоссовского и велосипедового переулка. Ну, вот, в объёме для затравки карты. Меньше. Вот эти вот два слайда, это существующая ситуация на данный момент, фрагмент Google Maps и поперечный профиль существующий, вот, на разных участках. Поэтому вот он и уменьшил. И вот он. Ну, своим проектом мы хотели решить следующие проблемы. Первая из них — это избыточная ширина проезжей части. Вторая — это отсутствие выделенной полосы для движения автобусов. Третья — это неравномерное распределение парковочных мест на проспекте. Четвёртая — это отсутствие вообще какой-либо велоинфраструктуры. Пятое — это отсутствие удобного пешеходного маршрута. И шестое — это отсутствие активных фасадов. Ну, точнее, не то чтобы отсутствие, но малое количество. И вот какие решения для них мы предлагаем. Я предлагаю пояснить, что значит активные фасады. Активные фасады — это объекты общественного обслуживания в первых, как мы предложили, в первых этажах зданий на проспекте. То есть они формируют трафик определенный. Собственно, вот это проектный профиль проспекта. Ну и пути решения, которые мы выбрали для проблем, которые я только что озвучила. Это сокращение проезжих... сокращение проезжей части. То есть с трех-четырех полос для автомобилей мы сократили количество их до двух. Создали с дилинеатором выделенную полосу для движения автобусов. Я чуть подробнее расскажу о выделенной полосе для движения автобусов. Это называется системой БРТ, когда передок узлу. Парковки. Мы сделаем линейные парковки тоже с дилинеатором и отдельным проездом для них. Также прокладываем по двум сторонам проспектора Косовского велодорожку. И поскольку мы решили делать активные фасады у первых этажей зданий, передвигаем пешеходный транзит, собственно, вот к этим активным фасадам. Как я и говорила вначале, обещала, подробнее остановлюсь на узле планировочном на пересечении проспектора Косовского и велосипедного переулка. Вот это существующая ситуация на данный момент. Из проблем сразу бросается в глаза, я думаю, видно. Это то, что существующая застройка не формирует удобных и легко считываемых пешеходных маршрутов. Также отсутствует разделение пространства, вот здесь вот видно, и вот здесь. Твор вообще не сформирован, это как пример частный. Не существует разделения на личное пространство и приватное. Также есть большие площади, не используемых пространств. Я думаю, понятно. Отсутствуют активные фасады, велоинфраструктуры, опять же, вот тут нету никакой. Ну и безбаррерная среда, тут вот перепад перегрева достаточно значительный. Безбаррерная среда реализована очень плохо. Ну и вот проектное решение, которое мы предлагаем. Мы достаточно активно дополняем существующее пространство застройкой с целью формирования удобного и комфортного пешеходного транзита. Вот, вот он, пешеходный бульвар. Вот, вот. И повышаем тем самым интенсивность использования этого пространства и его эффективность. Собственно, нагляднее, мне кажется, видно вот на этом слайде новая и существующая застройка. Новая это красная, мне кажется, вмешательство очень хорошо заметно. А синяя это существующая застройка. Ой, бежала вперед. Возвращаясь, публичное пространство общественное отсутствует, либо они отсутствуют, но плохо организованы. Поэтому на верхнем уровне рельефа мы делаем пешеходный бульвар. Вот, я его уже показала. Озеленение существует в достаточно большом количестве, но так как оно не насыщено элементами благоустройства, мы его элементами благоустройства насыщаем, и существующая озелененная территория превращается в мини-парк. Площадка перед Полесьем. Вот она. Трансформируется в визуально привлекательное общественное пространство. Тут сиденья, Wi-Fi-зона. В общем, да, должно быть комфортно, по идее. Велоинфраструктура, которая, как я уже говорила, отсутствует. Вот велодорожка. Тут припад рельефа, поэтому тут вот пандус. Велодорожка имеет ветвление. Тут она ветвится. Вопрос с парковками мы решаем следующим образом. Вот вы видите деловой центр, мы тут раздвигаем. И под ним организуем подземный паркинг. Также парковки организуются по велосипедному плюгу вот по этой стороне. Так, и вот такой вот момент. Я забыла упомянуть, что в силу перепада рельефа очень большая стесненность. Вот именно вот на этом перекрестке. Усугубленная расположением остановки. Остановка была расположена вот тут. Вот тут остановка. Там большой перепад рельефа. И, конечно, двигаться пешеходом там не очень удобно. Мы остановку смещаем на другую сторону велосипедного переулка. То есть вот здесь вот она теперь. На ней будет расположен медиаэкран и какой-то объект обслуживания. Ну, собственно, это, мне кажется, достаточно так, несколько экзотично смотрится в наших условиях остановка перед перекрестком. Но подтверждение своих слов. Вот примеры. Это примеры в городах, в которых существует система Bus Rapid Transit. В силу того, что, как я и говорила ранее, полоса для автобусов выделена и выделена с делиниатором, то есть по ней движутся только автобусы, мы имеем возможность сделать автобусную остановку перед пешеходным переходом, перед перекрестком. При этом движение ни в коей мере не затрудняется. То есть БРТ – это система движения транспорта по выделенной полосе. На наш взгляд, она является такой абсолютно адекватной альтернативой метро, менее затратной в области возведения, но более затратной в области оплачиваемой труда водителя автобуса. И вот, подхожу к концу я. Это транспортная схема. Собственно, вот это проспект Аркасовского, вот велосипедный переулок, кружочками обозначены основные пешеходные пути и транзиты. И вот то, что залито таким синим непонятным светом, это так называемый shared space, то есть въезды все во дворы мы делаем в одном уровне с тем пространством, где движутся пешеходы. Ну и в завершение я бы хотела показать то, как мы видим это в объеме, автор коллажей Анастасия. Вот, собственно, вот так. И даем общую атмосферу. У меня все. Мне бы хотелось поблагодарить тех, кто работал над этим проектом вначале. Это Лиза Иотко, Оля Аброшко и Стефания Сович. Итак, мы рассматривали территорию, на которой находится гипермаркет Гиппа. Изначально эта территория предназначалась для общественного центра района Серебрянки, но реализован проект не был. Поэтому наш вариант, это скорее вариант, как должно было быть. Один из вариантов. Итак, вот территория самого гиппа, и мы брали прилегающую к нему территорию. Сам гиппа, он составляет около гектара, это чтобы понимать масштаб. Он по размеру, как туалет с республики, но только ниже. На левой для вас картинке вы видите территорию, предназначенную для пешеходов, а на правой для автомобилей. Вначале я скажу про пешеходы. Ну, во-первых, неудобно. Это то, что сейчас, да? Да, это то, что существует. Вот остановочные пункты. Раз, два. И вот тут находится третий. Третий мы не рассматривали, потому что он немного за пределами нашей территории. Если говорить об этом остановочном пункте, то чтобы добраться до, отсюда, до своего жилого дома, нам нужно пройти сквозь траву, затем мы доходим до пешеходной дорожки, и затем мы уже попадаем на территорию, придомовую территорию. Тут как бы считается, что организован сквер, но его по сути нету, потому что там просто зеленая полоса. Вот эти более темные пятна, это там, где у нас большое количество зеленых насаждений. Где их нет, то там просто трава. Так что мы пробираемся сквозь траву. Сквер состоит из двух параллельных дорожек, которые почти не пересекаются, и вот эти вот линии, это что протоптали люди. Если говорить о проходе к самому гипермаркету, то мы опять-таки от остановки идем вдоль-вдоль дорожки, и затем под прямым углом идем к гипермаркету. Я думаю, это немного неудобно, но я думаю, люди сами это поняли, и ходят через стоянку. Понятное дело, когда мы там были, даже нам начинали сигналить, типа, мол, что вы тут ходите? А как-то обходить все кругом? Может, это пропаганда здорового образа жизни? Я не знаю, чтобы мы больше ходили, но не очень это все работает. Вот этот узел организован хорошо, потому что вот наши остановочные пункты, и мы сразу проходим к центральному входу. Но надо заметить, что на 400 метров фасада у нас только два входа. Дальше вы увидите, какие там фасады и кого-то. У нас есть также территория около дома, которая тоже не обустроена. Вот тут у нас огромное количество зеленых насаждений, деревья, но никакого места для сидения или вообще никакого благоустройства там нет. Более того, тоже дорожки опять-таки неудобные, люди сокращают свой путь, как только могут. Но вот тут, опять-таки, когда мы там были, там можно встретить и бабушек, и женщин с колясками. То есть они там проводят время, по сути, им просто негде сесть. Если говорить о транспорте, в общем, гиппы представляют собой какой-то оазис посреди стоянок. Ну, то есть там сплошь-то, со всех сторон, по периметру. Я не знаю, почему вот тут не сделаем стоянку, было бы идеально, я думаю. С этой частью у нас находится загрузочный пункт, так что там не очень благоприятно. И вообще на месте стоянки очень много машин, которые уже не в состоянии есть. Вообще не в состоянии. Я надеюсь, что я ничего не забыла. Ну, вот тут мы пометили пару конфликтных мест. То есть любое пересечение пешехода или мебелиста. Но это, наверное, еще, ну, так мягко. Дальше. Вот эти самые автомобили, которые мы видим. Ну, это не единственные. Так что вы можете поехать даже посмотреть, там наберется галерея таких автомобилей. Дальше. Ну, вот это, как это все выглядит, да, вокруг типа. Со стороны жилого дома, вот, с бокового фасада и с заднего фасада. Понятное дело, что там паркуются не только, скажем так, все, кто приходит поработать в ГИПА, либо же люди, которые приходят приобретать там вещи или услуги. Это насчет фасадов. То есть, ну, по сути, вот такой фасад, это стандартное явление по всему периметру. Ну, это 100 метров, это довольно-таки много все-таки. Можно было меньше. Ну, и... Ой, я забыла про вело. У нас вообще нету тут никакой дела. Да, я вообще нету. Есть на противоположной стороне, но, возможно, это связано с тем, что, например, у этих зданий, у них активные фасады, у нас-то активных вообще нет. То есть, велосипедист скорее поедет тут, зайдет в аптеку и сделает все свои дела и... Блин. Но, опять-таки, тут велодорожка представляет из себя часть тротуара, огороженной линией белой по асфальту, так что... Хорош. Вот. Сейчас я расскажу о самих новых добавлениях, если можно так назвать. Первое, что мы сделали, это паркинг на крыше, и это, опять-таки, не фантастика, но такое, как бы должно было быть. Либо, может, по сути, на крыше, и подгиб, по этой же разнице никакой не имеет, просто что на крыше нагляднее. Вот эту часть мы отдаем под офисное здание, причем, когда мы прогуливаемся вдоль этой территории, мы видим только жилой дом. То есть, там не хватает доминанта, и это офисное здание вполне могло бы решить этот вопрос. Также мы добавляем еще одно общественное здание, такое почти подковообразное, с террасой на втором этаже. В результате мы получаем вот это такое, немного замкнутое, приятное пространство. Так, помимо этого мы добавляем павильоны, которые предназначены больше для развития какого-то местного бизнеса, то есть там маленькие помещения, которые, соответственно, будет маленькая арендная плата и возможность для жителей проявить себя в некоторой степени. Так, перейдем дальше, но тут уже поподробнее. Если говорить о инструментах, которые мы применили в нашем проекте. Для пешеходов. Первое — это поднятый переход, то есть, вот когда автомобиль едет, перед ним будет небольшая поднятая площадка на уровень тротуара, и ему придется все-таки тормозить во время своего движения. Затем мы добавляем как можно больше зелени и специальную плитку, которая во время осадков всю влагу бы принимала на себя, чтобы это не было огромной большой лужей. Следующее решение околоостановочного пункта. Мы добавляем какой-то небольшой кофебокс, чтобы люди, которые ожидают автобуса, троллейбуса, они могли провести как-то более приятное время, и есть площадка, где они могут отдохнуть в это время. Мы добавляем велодорожку, причем мы добавляем ее как по контуру, если нам надо объехать, но понимая, что большинство людей все-таки будут сокращать путь, то мы тут немножко изменяем направление, чтобы они не всегда ехали по прямой и тоже немножечко снижали на пешеходной зоне свою скорость. Еще одним из решений было добавить на места пересечения основных потоков людей на первом этаже жилого дома добавить какую-нибудь общественную функцию. Это может быть парикмахерская, магазин продуктовый, и таких мест у нас несколько. А вот тут, я думаю, что тут у нас идет большой пешеходный поток, тут, там, где у нас арка, и внизу. Там, где арка, мы добавили, потому что, ну, понятно, это самые такие функции будут направлены на жителей дома, потому что они чаще всего тут ходят, то есть может быть какую-нибудь булочную, чтобы не ходить в большой магазин и выбирать там, а самое нужное. На углах же мы решили площадь увеличить этих помещений, чтобы и функция могла быть более разнообразной. В парковках сказала... А, у нас есть несколько видов пространств. Так, одно из них это тихая зона, которая благоустроена, в местах пересечения организована небольшая площадка, где могут люди присесть и отдохнуть. Ну, она больше для жителей. Она огорожена густым отсоединением от вот этой не очень, возможно, приятной зоны с автомобилями. Вот, но эта зона организована для того, чтобы подъехать к паркингу и для того, чтобы утром или вечером производить загрузку. То есть вот эта территория, да, вот этот заезд, он не будет использоваться постоянно. В итоге у нас получилась небольшая пешеходная улица, которая ведёт в конце на какую-то общественную зону и перенаправляет людей дальше. Сквер мы немного убрали, то есть большая часть озеднения была в нижней части сквера, которую мы не рассматривали. Поэтому мы ничего там особенного не срубаем. Если кого-то вдруг это очень волнует. Также у нас, опять-таки, вот тут у нас тихая зона, тут у нас более такая замкнутая, открытая площадка и ещё одна большая открытая площадка. Тут у нас об активных фасадах. Я забыла упомянуть. Активные фасады у нас вдоль почти всего здания, вдоль всего периметра, кроме вот этого узла, потому что он предназначен больше для автомобилей. Вход в офисное здание несколько организованно. А также вот тут на первом этаже есть, опять-таки, общественное пространство, в которое можно войти. Людям, которые будут заезжать отсюда, вот с этой остановки, которая тут есть. Большинство функций мы пытались внедрить в площадь, либо же на улицу. Поэтому тут у нас есть активные фасады, потому что привлекать-то людей надо, но мы больше стараемся их привлечь во внутреннюю часть, а не наружную. Помимо этого, я, наверное, забыла упомянуть о том, что загрузка гиппо всё ещё будет осуществляться на этой же площадке, но она уходит под землю. То есть машина заезжает вниз, загрузка происходит, она выезжает. Так, сейчас ещё. Давайте я не вижу. Там, по-моему, дальше картинки, как бы это могло выглядеть. Ну, если есть у кого-то... Я вроде закончила, и если есть у кого-то вопросы, я была бы рада ответить. По-моему, я ничего не забыла. Моя часть проекта называется «Жизнь между дворами». Для начала я хотела поблагодарить всех, кто поднимал участие в этом проекте. Это Маргарита Фищук, Мария Гимбитская, Анастасия Устилко и Вероника Крачмидт. Не все сегодня присутствуют, но хотелось бы, чтобы они тоже посмотрели, как это выглядит в итоге. Для начала такое название «Неопределённая жизнь между дворами». Изначально проект шёл под названием «Зелёный бульвар», но к концу проекта он стал несколько не зелёным и несколько не бульваром. Поэтому он стал просто жизнью. И в процессе проекта мы рассматривали, что у нас происходит, собственно говоря, между дворами. Для начала посмотрим на серебрянку. Вот это вся серебрянка. Это довольно большая территория. Ну и мы, в общем, прошлись по ней, посмотрели, что такое между дворами пространства и сколько его там существует. То есть, в общем-то, оно занимает довольно большую часть непосредственно самой серебрянки. И все эти между дворовые пространства объявляют общие проблемы, такие как транзит дворов, первое, стихийная парковка — это второе, также неорганизованные зоны отдыха для всех частей населения. Также огромное количество протопных дорожек из-за неорганизации нормального пешеходного потока. А также отсутствие нормального освещения, в частности, между дворовой территории. То есть это, по сути, темные закутки, куда, в принципе, страшно ходить. Для рассмотрения нашего проекта мы выбрали один из небольших территорий. То есть это вот она здесь. И вот она, то есть в приближенном виде. Изначально что тут есть? Это вот здесь вот маленький магазин на входе с Плеханова. Плеханова — вот оно. И проспекта Косовского. Вот, пожалуйста. Вот эта часть является, по сути, своей непонятным пустырем с двумя магазинами. Здесь и здесь. Значит, там на плане написано, что здесь детская площадка, но там какая-то непонятная стройка, и ничего не происходит. Так же, как и здесь. Вот это вот, это гаражи полуровня. Как бы в центре района, что они там делают, но хорошо. Пусть будут. Значит, с проспекта Косовского, что мы видим? Вот здесь у нас... А мы ничего не видим. У нас тут ничего нет. Но есть... Можно меньше, пожалуйста? Есть магазин здесь, и его конкурент вот здесь. Но у этого магазина, видимо, больше поток покупателей, так как этот магазин прикрыт непонятной лесополосой. Так же мы видим транзитную дорожку между раз, два, три, четыре детским садиком и одной школой. Пешеходная дорожка, на самом деле, очень маленькая, неорганизованная, и она пересекается с транзитом, который приходит в загрузка в детские садики, школы и непосредственно в гаражи. То есть поток не очень большой, но самое замечательное, что пробка этого потока является вот эта вот непонятная маленькая зданица. Мы изначально думали, что это какой-то пункт с теплосетями, но, как оказалось по итогу, это самое оригинальное, что могло там находиться, пункт приема стеклотара. Самая важная вещь, значит, то, что требуется в центре района. С детям и наступить там знают, где работают. Там настоящая мать. Там зарабатывают очень большие деньги. Мы смотрели. Это самое просто крупное предприятие на всем этом городе. Там даже кого-то посадили, все нормально. Значит, однако, кроме проблем, которые мы видим на этой территории, мы также видим и какой-то потенциал. С этой стороны проходит у нас водно-зеленый диаметр, и, по сути, вот эти вот пешеходные дорожки, которые могли бы здесь быть, это пешеходные дорожки, которые приводят нас к рекреационной зоне около водного диаметра. Это неплохо, и хотелось бы, наверное, там отдыхать как жителям района, так и приезжающим на эту остановку, эту остановку, и остановку где-то вот здесь. То есть проблема также является транзитные дворы. Ну, эта проблема как бы решается активизацией междуворовых пространств, и как бы транзитные дворы уже не являются проблемой, людям там просто нечего делать. Ну, в общем, какая у нас социальная шоу-проекта сформировалась? Это сделать пространство жизни между дворами полноценным общественным безопасствам и функционально разнообразным, комфортным для людей пространством. Что мы сделали? То есть мы рассматривали две части этого проекта. Это первая, вот эта часть, она является более пешеходной, и вот эта часть предусматривает между собой разъезд по дворам. Для начала посмотрим ближе часть с автомобильным транзитом. Значит, мы, когда приезжаем в район, первое, что видим, это остановку. То есть остановка организовывается с помощью павильонов, появляется велодорожка, которая проходит по проспекту Рокоссовского и уходит в район, и выходит к ВЗД. Также мы добавляем на проспекте Рокоссовского активные фасады, закрывая здесь вот транзитный двор. Мы столкнулись с проблемой, что вот этот вот дом изначально открывался фасадами на непосредственно проспект Рокоссовского, и двора не имел при себе. Мы как бы его развернули в обратную сторону и сделали ему человеческий двор. Также, что для машин, значит, каждый-каждый этот переход, каждый-каждый-каждый переход, это является безбарьерной средой. И также это кольцо, это все для снижения скорости автомобилистов, но оно не является сильной преградой, не то чтобы преградой, неудобством на пути автомобиля. И мы добавляем парковочные места, организованную парковку. Вот здесь, это стихийная парковка, то есть это одно из решений, потому что парковка появляется также здесь, и вот здесь, и вот у этого дома появляется организованный двор. Мы его тут не рассматриваем, но эта площадка подразумевает, что он там мог бы быть. Значит, дальше мы рассматриваем загрузку этого активного фасада и этого по линии непосредственно по линии фасада. Здесь достаточная ширина для проезда грузовых автомобилей. Такой опыт уже имеется. в Минске, чтобы загружались непосредственно магазины с фасадов, и это не напрягает дворовой территории. Также загрузка этого магазина происходила с двора, то есть вот здесь вот вход в дом, и сразу была загрузка в магазин, вот в этом месте. Мы загрузку переносим вот в эту сторону и добавляем вот здесь вот, например, кафе. То есть получается, что у нас вот этот детский садик, у него вход находится где-то вот в этом вот месте, я так понимаю, и мы получаем там загрузку. Значит, мы также добавляем функцию в нашу территорию. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Слишком. Быстро. Значит, вот здесь вот мы добавляем три павильона, которые могут работать в разные сезоны, и к этим павильонам мы добавляем навес, с которым можно удобно ходить в непогоду или в солнечную погоду, что представляет себе удобство. Также добавляем рекреационную зону, она же является пешеходной в этом участке, и получается, что у нас вот эта часть является пешеходным, торговым таким местом. Вот эта часть дороги у нас является загрузкой в детские сады и в магазины. То есть вот в этом магазине, вот в этот магазин и в четыре детских сада. То есть не является большим транзитом. Также для безопасности пешеходов и удобства велосипедистов велосипедная дорожка на всем протяжении отделяется или зелеными островками, или, здесь не очень хорошо видно, но есть такие вот точечки. Это столбики, которые не дают пешеходам потерять длительность и не заметить посредственно велосипедиста. Чуть дальше рассматриваем вторую часть. Мы приезжаем сюда с Плеханово. Вот здесь у нас трамвайные пути. Значит, мы сейчас на этой территории присутствует этот магазин и вот этот магазин мы их оставляем. Единственное, что этого магазина мы добавляем вход с этой стороны, чтобы обеспечить торговую часть вот в этом месте, достраивая здесь небольшой торговый центр, ну, что-то вроде магазина. И здесь, например, маленький магазин или аптеку. То есть, таким образом у нас сформировается здесь активная функция торговая, после чего мы можем пойти в маленький скверик и посидеть, покушать или просто прогуляться. Далее у нас вот этот магазин и мы решили, что нам в центре района не хватает, ну, например, фитнес-центра вот здесь. Пошел покушал, пошел позанимался и можно перейти в летний период времени на активные площадки игровые, а также рядышком детская площадка игровая и вот здесь небольшой предполагался скейт-парк. То есть, сразу охватывается этой зоной довольно большое количество возрастных групп и интересов. То есть, на этом участке и зона тихого отдыха и активного отдыха. То есть, опять же, разные возраста и разные типы покрытия в разных местах. В скверах мы используем более зеленый тип покрытия, то есть, это может быть плитка с травой, плитка-газон, а на основных пешеходных транзитах мы используем обычную плитку для того, чтобы всем группам людей было удобно ходить. Также, вот этот вот пункт приема стеклотары мы его сохраняем, но мы меняем его функцию. Он состоит из двух частей, из двух кубиков. Один кубик мы отдаем велосипедистам как аренда, ремонт и все что угодно, что они себе придумывают. И вторая часть это небольшое кафе, то есть, это может быть тоже активная какая-то кафешка, тоже для велосипедистов и людей, которые прогуливаются по парковым территориям. И также мы сохраняем, вот здесь присутствует березовая аллея, как ни странно, мы ее сохраняем, ну, как-то облагораживаем. То есть... пора заканчиваться. Вот что мы получаем. То есть... Можно меньше? То есть мы получаем зону с довольно развитым автомобильным движением, но при этом оно регулируется за счет планировочных элементов, а также активную пешеходную пешеходную зону. То есть изначально у нас была стихийная парковка, неорганизованные пешеходные вещи, которые входили в состав проезжих частей. То есть что у нас было, что у нас стало. То есть также добавление активных элементов делает, в общем-то, все это довольно приятнее. Далее эту часть мы можем посмотреть вот отсюда. Вот точка, с которой мы смотрим. Это показан вот этот активный фасад. То есть вот он. Также мы здесь можем увидеть столбики для внимания пешеходов и велосипедистов и поднятые уровни переходы. Можно чуть меньше. И также велосипедная дорожка входит в уровень безбережной среды. То есть не надо ни прыгать никуда через бородюрные камни. То есть все довольно тихо и спокойно. А также это Плеханово. Узо Плеханово. Невероятно, но факт. То есть это маленькая вот эта вот штучка, которую мы добавили, плюс небольшой торговый центр и это сохраняющийся магазин и мы добавляем кофе-ларек. Также мы можем увидеть здесь велодорожку и регулируемые светофоры и также освещение, которого там сейчас нет. И вот эта территория, это междворовая территория, это самый сок нашего проекта. Вот вот эти павильоны, три штуки, в которых можно что-нибудь приобрести. Вот дворовая территория с детской площадкой и приятные места для отдыха местных жителей, а также тех, кто приезжает в район. То есть также мы видим парковки, в общем-то все. То есть в принципе это все может быть организовано за счет жильцов, то есть здесь мы можем увидеть полисадники, которые отдаются жителям и они организовывают там свои маленькие цветочницы, огородницы, кому что, что угодно. также скверики и проезжие части, которые организованы нами сейчас, могут быть организованы жителями при поддержке города или города при поддержке жителей. И вот эти павильоны могут быть организованы теми, кому, кто хотел бы заработать на этом районе. То есть по сути это развитие бизнеса внутри района. И также развитие велосипедной инфраструктуры и приведение всего к ВЗД. В общем-то у меня на этом все. Какие вопросы? Здравствуйте. Вот. Что-то тут у меня очень хорошо видно, но ладно. тут собственно три типа дворов. А вот этот двор, который примыкает к проекту, который зарабатывала Алис проспектом. Дальше здесь второй двор, где пятиэтажки. Ну здесь собственно 9, 11. Здесь двор из пятиэтажек, который более-менее замкнут. и как всегда у нас есть проблема дворов с не сформированным пространством, а высотным. Ну то есть это там 12, выше 18 уже. Да. Собственно, первый двор, который был образован двумя 919 этажками. Вот. Собственно, тут проблема очень большая-большая территория, которая никак не разграничена, и там не хватает функций. Вот. и также решение приватизации пространства более приватного и более общественного, то есть и приватных территорий, которые могли бы отдаваться жителям первых этажей. Также по поводу транспорта, чтобы машины, когда заезжают во двор, снижала скорость и доступ и ты мог беспрепятственно пройти на основные пешеходные трассы, возможно было бы сделать сужение дороги и, соответственно, не нужно обходить машину, так как она не может здесь остановиться. Потом позже будет слайд, где это будет проиллюстрировано. А также еще возможно вынесение развелок гаражей возле преддомовой территории, где можно оставить и не тащить его на свой 12-9 этаж. Вот. А также здесь тоже была проблема полупридомовой и междворовой территории возле детского сада, которая всегда вечером не освещена и там нету какой-то функции, которая может быстро работать и вечером, и поэтому предполагался проект небольшого центра, где могут обмениваться знаниями и бабушки, и дети, он может работать внутри двора и площадки различного значения. Собственно, как он выглядит сейчас? общественница. Сужение дорожного прогресса. Нахождение сейчас в основном домах заваривают посуды, провода для этого нужно организовывать площадки и важных расположений по пути общественного транспорта. Это еще проблема здесь в том, что Торец выходит, но там территория, которая зимой сейчас используется в качестве парковки, за то, что она никак не задействована, а там может появиться объект с функциями. А что это за функция? Что за функция? В Европе термин называется комьюнити центром. У нас зачастую допустим такую функцию на себя берут ЖЭСы, они при себе делают какие-то небольшие спортивные залы с занятиями. Мог бы появиться отдельный объект, который мог бы создавать активность для жителей. Например, как может разоржаться полотно и машина не может остановиться. Ой, сори. компьютер устал. Точно. Да, и если пляс, то можно пройти на следующую дорогу. использование рельефа также на детских площадках, так как у нас зачастую используется только зимой. Можно в дизайне использовать. Второй двор это были 12 этажей, в которых тут, наверное, эй, кто проскользь? А ты на только укрыши. Смотришь, как это дикий. Дальше, дальше. Дальше, дальше, следующий. А, ну, я могу здесь. Эй, что ты делаешь? Так, ничего не трогаю. Тут, в существующей ситуации, здесь проходила дорога, которая разбивала, собственно, все дворовое пространство, и этот дом стоял на таком клочке земли. Я решила его убрать и создать пространство, которое могло бы использовать, ну, выходило внутрь всех трех высоток. для того, чтобы как-то визуально еще замкнуть, использовать рельеф, приподнять, ну, чтобы оно такое, более кулуарное. А здесь с междуворовых территорий, потерянных, выводится велодорожка, которая уходит в парк, и также создается какая-то набережная для... потому что сейчас там, ну, по сути, ничего нет. Вот, и площадки для разных возрастов, для детей, где можно обогревать с 12-этажек, что они в центре, и они безопасны, машин здесь не едет, для более старших, вернее, для взрослых, для более старших, ну, и тут тоже. Да. Ну, так, собственно, как выглядит сейчас, здесь понятно. площадки, тоже мусор по пути к общественному тату. здесь такие небольшие павильоны, которые находятся на транзитной аллее. Так, это пятиэтажки, которые более-менее замкнуты, и тут не возникает никаких таких проблем, как с 12-этажными домами, где вокруг одни проезды. Единственное, что здесь проблема, что подъезды выходят на территорию других дворов, и, конечно, дом разбит по разным дворовым пространствам. И также здесь тоже использование дворовых территорий, которые разделены на участки и более-менее организованы. Тоже как в 30-й час. в территории площадки различных типов, белое пространство, и, ну, тоже, собственно, создание безбарьерных соединений с удержением, а также визуальная идентификация подъезда, потому что сейчас этого нету для ориентации. Ну, вот, собственно, так. Спасибо. Спасибо.